Сегодня расскажу об идеальных аргументах ФССР по английскому языку. 27 ноября стартует курс ЕГЭ для преподавателей. Это практическая инструкция о том, как подготовить успешно к ЕГЭ по английскому языку за полгода. Занятие включает в себя теорию, практику, домашние задания консультации экспертов курса МЛ. Напиши мне в личном сообщении хочу на курс ЕГЭ для преподавателей и я расскажу подробности участия в проекте. Итак, что такое аргумент? Аргумент это убедительное доказательство, подкрепленное примером из жизни, основанное на фактах и знаниях, которые есть в вашей голове. Аргументы за мы пишем во втором абзаце эссе. Их может быть два или три. Как правильно подбирать аргументы, чтобы они понравились эксперту. Первое. Внимательно прочитайте само задание к эссе и вникните в суть проблемы. Понимайте написанное буквально. То есть, если в задании просят обсудить проблему ожирения у подростков, то аргументируйте вы именно эту проблему ожирения у подростков. Понимайте буквально. Не стоит писать о проблемах ожирения у населения земли в целом и о вреде фастфуда. То есть, лайфхак номер one. Пишите по теме. Второе. Уясни для себя суть проблемы. Вы ищите пути решения ее в своей голове. Это и есть возможные аргументы. Их может быть 5, 10, 100. Вы выбираете наиболее убедительные и используете их в эссе. И добавляйте к ним пример из жизни. И вот готов идеальный аргумент. Например, перед вами следующее утверждение. Проблема следующая. Почему молодые люди выступают против возрождения пистолярного жанра? Данное утверждение мы условно примем за вашу позицию. И теперь будем аргументировать ее, а именно искать пути решения. Что мы можем здесь придумать? Итак, мы подобрали три возможных аргумента. Первое. Молодые люди вряд ли вообще пишут письма сейчас. Второй аргумент. Письмо — это вообще не искусство. И третий аргумент за этой точки зрения — это то, что напевать текст гораздо проще и лучше, чем писать что-либо. Далее мы придумываем примеры, а именно доводы к этим аргументам. И вуаля! Идеальный аргумент готов. О том, как правильно подбирать доводы, я расскажу в следующем видео. Это все, что хотела рассказать про идеальные аргументы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, развивайте свое воображение в подборе аргументов, а лучше воспользуйтесь книгой 157 эссе Юневой и выписывайте оттуда качественные идеи для аргументов. Вот так-то. Всем баллов за Игорь, ребята. Пока!